друзья мои хорошие всех пресс на своем канале меня зовут дмитрий канал добро едет тема касается обзоров мода для евротрак симулятор 2 и american track симулятор версия игры 14720 с это тут со старой о все обновилось отличненько собственно ребята сегодня обзор на приватный мод естественно все комментарии и весь вердикт вы также напишите в комментариях что вы думаете да и до чего мы как говорится докатились сегодня обзор у нас на внедорожник на пикап ford raptor от зарубежного разработчика ссылочки я оставлю в описании ценник был 20 долларов если не ошибаюсь на гумроуде сейчас по моему 15 долларов ну опять же свой вердикт вы напишите также комментарии я просто дам свои какие-то какой-то свой вердикт и свои комментарии по поводу мода посмотрим косяки не косяки и так далее и тому подобное данный грузовик этот самый данный автомобиль до данный внедорожник скажем так работает как и евротрак симулятор 2 так и в американ трак симулятор имеет по моему два или три собственных прицепа для перевозок но буду я его обозревать именно в американ тракт симулятор потому что это актуальнее чем в это если это по факту возьмите доджрам от евгения рудакова другие какие-то те технику в основном это все распространено именно в америке да и соответственно актуально будет это делать в американ тракт симулятор поехали покупка грузовика дилеры брендов модификации и здесь мы видите да как бы назвали его велосираптор это вот динозавр такой был когда-то на нашей планете земля бегал злой ребят смотрите ну по сути это ford raptor до ford raptor есть такой автомобиль такой внедорожник джип как угодно можете называть его ford raptor есть версия f-350 f-150 ну по сути это f по моему 150 только имея вариацию 6 на 6 по освещению освещение у него в принципе как бы стоковая есть молоко в фарах даст уже установлена такая вот люстра здесь сверху освещение в переднем жестком бампере массивном но вот наверное как то так теперь давайте рассматривать уже полноценно саму эту модель снаружи в целом неплохо каких-то косяков я не вижу тени они сейчас везде тени у модовых вот видите косички есть потому что понятно что это сторонняя вся история что я не люблю я не люблю глянец вот по факту я очень сильно не люблю глянец когда краска имеет оттенок как будто знаете светится кота яйца вот я такой особо не люблю здесь как бы это есть но не сильно выраженная вот это вот это даже не металлика вот какой-то вот такой вот оттенок вы видите да как будто как стекло вот это вот блестит ну вот не особо я люблю но в целом как бы какая разница до любые скины любая покраска пожалуйста как бы на ваш вкус и цвет выглядит вот таким вот друзья образом в данный момент установлена сзади история для прицепов там типа возить до вот этих как это дом на колесах да и все вот это фаркоп короче говоря вот поехали значит кабина имеет он 22 вариации то 6 на 6 естественно в чем отличие либо же фаркоп как он фаркоп допом называется голова не руль и второй вариант это для седла это возможность перевозить вот такие тралы специально разработанные как бы до уменьшенные тралы для перевозки вот на подобной техники какой ставить дело ваше но давайте с первого мы начнем наверное как раз вот с этого седла да и соответственно со второго варианта шасси 6 на 6 вариация 6 на 6 по двигателям здесь два двигателя 30 3 с половиной литровые 600 сильные различия но в различиях бы никаких по сути здесь и нету может быть конечно что-то меняется по салону не знаю но вот сверху да вот если смотреть по косяку как вы видите расположение руля вот здесь да вот вот видно по нему есть косяк такой согласен есть видно видно есть видим ну давайте любой какой двигатель поставим по трансмиссии здесь стоит но с 10 ступенчатый автомат и цветовой так салон и пошел салон вот салон оригинал до салон у raptor оригинал в данный момент велосираптор салон оригинал но опять же я не любитель подобной такой кожи опять же это все выглядит это все светится как у кота опять же яйца игру блестит это я очень не люблю по сравнению с жека рудакова его доджеромом да там выглядит это все прям ну вот так вот здесь собственно есть над чем работать еще это по факту это по факту по салону да в целом по салону есть у нас такая панорама здесь сзади у нас видно понятно заднюю часть автомобиля седлушки не особо хорошего качества по факту да то есть есть вот эти моменты это все так выглядит знаете на скорую руку все квадратненькая вот неровненькая все это понятно в уменьшение веса полигонов соответственно да если было бы здесь дохеричи полигонов они были бы идеально состоянием соответственно у нас бы очень сильно просаживал fps из-за наличия этих полигонов да потому что чтобы сделать вот такую окружность нужно до хрена полигонов иметь а чтобы вот так вот сделать но особо ума как бы ну сами видите то есть можно было бы в принципе как-то извертеться получше сделать но это все дело автора как вода мне предоставили его на обзор я его обозреваю ребята и это но видно все невооруженным глазом чего как бы греха таить хромированные ручки автоматическая коробка передач два постаканника значит торпеда вот такая да собственно есть у нас на мультимедийная вся вот эта история ну как то вот так это все дело друзья выглядит салон естественно один салон у нас один переходим и к с вами к покраске помимо того что есть стандартные какие-то решения цветовых гамм пожалуйста черный белый синий красный бордовые какие у красненький обалденный какие угодно да как я говорю да то что мне не нравится вот эта блеска понятно что можно поменять на любой отцветок оттенок любой цвет какой хотите пожалуйста есть вот это все дело помимо это есть обычный классический color до есть у нас вариация металлика сейчас какой-нибудь а вот так куда покажу или там не знаю на розовый чтобы видно было как это все динамично меняется ли там вот так вот синие вот пожалуйста у нас по сути вот какой-то вариант с какой-то хамелеонок такие вот интересные машины ездят у нас до хамелеон дорогая достаточно краска вот хотя сам я до обладаю там toyota prius у меня он белый перламудр у меня он днем белый вечером розовый утром какой-то же хрен поймешь сине розовый ну короче тоже играет на на освещение в общем да то есть на солнце и есть у нас определенные скины скины у нас вот такой в виде но это как знаете раньше были штаны такие даже они у меня были под названием белые ночи их называли камуфляж белые ночи . пипец каких там годах это было мне было на на лет десять у меня были такие штаны белые ночи до была мода на эти все в моменты а часто как просто обычная как ну милитари до форма там до военная форма хаки зеленый пустынные и собственно есть также вот этот белый то я у меня от назывался белые ночи я помню тогда вот дальше вариант вот такой классический военный зеленоватый темно-зеленый как бы да идем дальше вот вот этот скин я не понимаю причем я не понимаю его нигде будь то это scania будь то это не знаю ferrari будь то это такое там грузовик или там пикап не пикап но до такой степени здесь же пластик здесь же вот вот такие моменты какая нахрен здесь ржавчина может быть в принципе гащена может быть не знаю снизу там на раме где-то жучки появиться на кузове их не может быть это пластик пластик с алюминием это облегченный по сути алюминии какой-то вот и до такой степени уж точно не может быть это только я не знаю через ним надо сделать чтобы вот так вот его, нет, знаю, это заполировать его, снять с него всю грунтовку в ноль, облить его водой или смесью для активации ржавчины и оставить. Вот тогда, да, вполне себе. Ну, до такой степени технику так никто никогда, естественно, не делает. Ну, это бред. Вот. Ну, имеет место быть, как бы, да, кому-то вдруг, знаете, зайдет. Дальше. Вот такая вот вариация какая-то, вот, непонятная. Это у нас еще одна. И вот такая, да, то есть, вот они есть. Не знаю, какой ставить. Не люблю ни один. Не нравится ни один. Хотя, в принципе, можно вот этот вот оставить. Ну, нет. Все-таки, наверное, блин, какой-нибудь красный. Давайте красный Raptor возьмем. Вот этот велосираптор. Raptor. Переходим к тюнингу, друзья. Поехали. Значит, давайте сначала быстренько по колесам пробежимся. Колеса стоковые. Колеса вот такие, сякие. Сразу прописаны здесь диски. Диски не меняются. Вариации никакой здесь по дискам нету. Гайки, ступицы и подобные колпаки. Здесь ничего не ставится. Меняется резина вместе с дисками. Все, что здесь спереди, то же самое и сзади. На всех осях все то же самое. Поэтому просто на основе переднего колеса, передней оси, я вам это все дело показываю и рассказываю. Да, то есть, можно, понятно, что красить их там, не красить, черные, белые делать, какие угодно. Но вот так вот. Теперь переходим к самому началу, собственно, всего этого тюнинга. Передний жесткий бампер. Здесь в комплекте идет большое, нереально просто большое количество различного освещения. Короче, напихали все, что только возможно в лайты. Здесь у нас и Hela, и GB Modding, и вот эти, и такие, и какие-то еще освещения. Короче, что... Вот посмотрите сейчас, вот что здесь. Короче, всякие различные финтифлюшки, лайты, зеленый, красный, неоновый, короче, мандец. И от 50 кеда здесь влеплено. Короче, чего только нету. Хорошо ли это плохо? Возможно, кому-то зайдет. Почему? Потому что, чтобы не искать отдельно вот эти моменты. Да, тут вот этот. Ну, короче, ну все, лазеры вопхнули. Ну, вот все это ставится, понятно. Я просто показываю, да, это ставить все не буду. Просто такое количество этого, ну, это... Блин, мать моя, женщина просто. Короче, освещение, как гирлянда на любой случай жизни. Какие хотите, можно здесь поставить. Теперь по самому бамперу. Бампер темный, с темной защитой. Бампер в цвет с хромированной защитой. Бампер в цвет с черной защитой. Бампер черный с хромированной защитой. Оставим классику. Дальше. По фарам. Фары стоковые. И вариант тинт. Это тонировка. Тонированное освещение. Тонированные фары. Тонированные... Короче, все, что является стеклом, все тонировано. Вот так вот скажу, да. То есть все абсолютно становится тонировано. Классику оставим. Морда, форда. Та же самая история. Добавлено хреново тучи всего. Опять же, вот этих всех лайтов. Ребята, ставить не ставить, дело ваше. Я просто вам вот просто пролистываю наличие того, что здесь воткнули. Воткнули с ЕТС. Воткнули с Америки. Тут, ну, чего только нету. На любителя. На любителя. Берем мы с вами кенгурятник. Но это не кенгурятник, а именно вот эта часть морды, да, скажем так. Решетки. Поехали. Такое вариация. Вариация в цвет. Вариация в цвет и хром. Другая решетка. С освещением, кстати. Да, с освещением. Хромированная. Цвет с хромом. И все. То есть, это выглядит вот таким вот образом. Оставляю классику. Естественно, я люблю классику. Я вот эти все вещи терпеть не могу. Вот эти вот. Это не смотрится. Если брать Dodge Ram, ну, там изначально хромированная морда. Там, да, это все смотрится. В Raptor, если вы видели Raptor в жизни, у него вот такой матовый цвет, короче. Дальше идем. Поверху. Капотная часть. Именно вот этот вот, ну, воздухозаборник, если его назвать, да. Цвет. Классика. Цвет. Хром. И черный глянцевый цвет. Классика. Здесь у нас боковые арки. По классике, опять же. Краска и черный глянец. Классика. Здесь у нас добавление, что AirPip, это, скорее всего, воздух вот такой. Вот его, в принципе, можно оставить. То есть, вот такая система воздуха по болотам лазит, чтобы не захлебнуться напрочь. Здесь у нас идет проблесковый маячок разного исполнения. Опять же, цвет. Хром, краска, черный. И вот такой с добавлением, опять же, всего, чего только возможно во всей ETS Америки. Поэтому я это делать ставить не буду. То есть, я ставлю, опять же, по классике. Снять его нельзя. Здесь у нас дефлекторы. Классические. И вот такие, как в цвет. Не в цвет, а как то ли хром. Они не пойму, короче. Вот эти поставим. Боковые зеркала. Цвет черный, хром. Краска оставим. Здесь боковые ручки. Та же самая история. Низ у нас идет. Логотип велосераптор 6х6. Здесь у нас идет подножка. Цвет черный, глянец, хром и black. Оставлю black. Сзади у нас идет дополнительно вот эта вот вся история. Защита Iron, да? Опять же, со всем этим же освещением, друзья. Ну, я говорю, что я ставить. Ну, смысл ставить. То есть, это вот так вот будет выглядеть, да? Вот так это будет выглядеть. Смысл это все дело, как бы, ставить. Ну, это на это время будешь тратить. Охо-хо. Опять же, черный. Краска, хром и глянец черный. Да, ну, опять же, по классике все оставим. Вот это история Fender. То же самое, как и спереди. Черная, хром, глянец, black. Жопа, окантовка. Опять же, черный цвет. И цвет какой-то светлый. Непонятно, по классике оставляем. Дальше идем у нас. Long. Это у нас логотип. Long, вот это, понятно, таблички. И здесь у нас идет бампер. Цвет бампер черный. Сюда ставится опять все то же самое. Все, что только возможно в нашей жизни. Дальше у нас. И низ у нас есть. Выхлоп у нас где-то там, да? Либо выхлоп вот такой, как, в принципе, у Dodge Ram 3.5 и 1.5 и так далее. Давайте мы вот эти вот поставим. Стритрейсинг все-таки. Вот. Установили. С этой стороны мы с вами вроде как все глянули, да? Идем дальше. Здесь что у нас? Так. Это все, это все, это все, это все. Так, 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 так. А больше что, все что ли? Больше все, больше нет никаких вот этих вот моментов. Ага, больше, походу, нет таких моментов. То есть не ставится по-другому, да? А подожди, а если я поменяю, сниму на вот такую вот, да? То есть снимаю я седло, обратно возвращаюсь тюнинг. И здесь уже, о, и здесь уже, да, появилась такая штука. Возможность установки кунга, да? Или дополнительно вот этого багажника сверху получается. То есть у нас есть закрытая. Есть у нас цвет. Есть у нас кунг. Ну, или багажник такого рода, состоящий из двух частей, да? Тонированный либо светлый. Здесь у нас, опять же, схромированная окантовочка. Либо полностью. То есть по салону это будет выглядеть вот так. Нихера не видно. Потому что, да, вот, вот как-то. Как-то это выглядит так. Ну-ка, а если я сейчас поставлю вот так? Ага, подожди. Окошка нет уже? Хорошо, поставили вот так вот. Снаружи это все дело наблюдается. Салон, точнее. Да, наблюдается. Ну, допустим, хорошо. Короче, понятно, да? То есть в зависимости от того, что у нас установлено. Давайте мы подцепим вот еще пока вот это. И, в принципе, ребята, больше здесь ничего. Я оставлю классику. Не буду я ничего с ним мудрить. Больше никаких здесь, по-моему, таких изменений нету. Да, то есть я все вроде бы посмотрел. Вроде бы как. По салону. Не знаю, сверху, может быть, крыша не меняется. Не вижу. Значит, по салону. Помимо того, что стоковый, есть пиано ролл. Да, вот это, опять же, глянец. Здесь пластика рулевого колеса. Здесь у нас, естественно, поддержка CISL Megapack имеется. Здесь у нас дашборд, бикон, флэш. Это вот в салоне ставится. Типа, оля, как знаете, американские менты вот ездят в салон и пибикают. Вот такая история. Ну, хотя, давайте, я сейчас, знаете, вот эти биконы, я специально их сейчас как-нибудь попробую поставить. Знаете, для чего? О, чтобы понять, чтобы понять, вот так вот, и красный. Чтобы понять, точнее, вот это, синий будет. Чтобы понять, как вообще в салоне свет попадает, какое освещение здесь имеет место быть. И вообще освещается здесь. Торпеды, я так полагаю, здесь тоже вся история меняется либо в цвет, либо, вот видите, ксток глянец оранжевый какой-то. Да, давайте красный, как в салоне. Здесь у нас водичка. Здесь у нас, опять же, CISL Megapack полный. Здесь CISL Megapack полный. Посадить девочку, кошечку, Рэй, Рекса, значит, айтишника, Мелиссу или еще одну. Ну, давай Мелиссу посадим снаружи, как она видна. Да, она мечтает, там, с ней все хорошо. И сзади у нас, по-моему, да, все. Да, сзади у нас, ребята, все. Ну, давайте какую-нибудь финтифлюшку, чтобы посмотреть. Ребят, вроде бы все. Давайте, я сейчас покупаю данное чудо техники. Куда-нибудь ее сейчас вот надо поставить. Господи, нигде некуда. И мы с вами, естественно, тоже все это дело сейчас проверим и посмотрим. Все это дело проверим за руль. Проверим и посмотрим. Но перед этим профиль я сбрасывал же на клавиатуре. Мне нужно, естественно, сейчас быстренько в кнопке клавиши установить боковые. Открыть правое. Открыть это, это и вот это. И, в принципе, больше мне ничего не нужно. Одеваю я наушники свои. Не в рот, компот, какие любимые. Лево, право. Вроде еще пока не разучился определять это все дело. И сейчас сначала сам автомобиль. Сразу видно, что у нас вот эта херня начинает паниковать от того, что я сел за руль. Возможно, ножки красивые у девушки. Заводимся. Звук сейчас погромче себе. Звук, как у Феррари. Ооо, освещение. То есть габариты ближние. Это дальние. Включается люстра. А варичка. Имеется реверс. Я по звуку не слышал реверс. Ну, допустим. Ладно, хорошо. Бортовая система здесь вот так. Вид 100%. То есть очень простая. В милях. Спидометр 100%. Фуэл у нас. И радио FM. Навигация есть. Да и хорош, но не паникуй ты так. Анимация аварийки есть. Поворотники. Есть. Не вижу я анимации, но вот это все вроде как работает. Вроде бы. Где освещение? Не пойму. Не пойму, где освещение. Ну, допустим. Ладненько. Хорошо. На О у нас ничего не включается. Света никакого нету. Ну, дворники. Дворники. Анимация там есть. Дворники крутят. Сигнал. Даже пневма есть. Хотя у меня его нету. А. Это еще работает как биконы. На О. Включается. На О. Отключается. Ну-ка. Gset. Так. Значит. По логу. Что у нас есть. Лог, кстати. Вот смотрите, сколько я его смотрел. Лог чистый. Раптор. 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 Аксессуар. Это лог чистый, блин. Только в конце начал он мудрить. А. Это Western Start. Не то. И вот что-то здесь непонятно поперло. Интерьер глаз. То есть что-то там связано с отображением ротации костей окна. Что-то там. Да. То есть возможно это что-то связано с кнопками. Давайте пропишем Gset Time. Один. Это у нас ночь. Габариты ближний, дальний, аварийка. Давай сразу дальний и биконы. Ну как бы вот сейчас все. Вроде бы по освещению ничего. Нигде. Ну-ка реверс. Нет. Он нормально по освещению. То есть все с ним хорошо. Допустим, 12 я делаю. F убираю. Включаю Gset Vyazor 1. Это у нас дождь. Дождь мажет, но как-то частично что ли. Окна открываются. Косячки по окну небольшие, но имеются. На крышу она панорама. Как будто открытое окно. Звук изменяется. И, ну, дождь на панораму, естественно, никаким образом не попадает. То есть как будто у нас и не панорама, в общем-то. Так. Ну вот, наверное, как-то так. Так. Давайте я сейчас два. Дворники я убираю. Регулировка, настройка сидения. По умолчанию вот так. Регулировка меняется. Расположение. Пониже, повыше. Понятно, все это есть. Руль у нас опускается, поднимается. Угу. Ну да, окей. Так, настройка зеркал. Зеркала. Работают. Лево, право. Да, работают. Ну и в целом, как бы, да. Едет. Едет-то, едет. На клавиатуре. Вот я сейчас рулю. Косяк с рулем, как вы видите, да, снаружи, видите. Два руля получается у нас. Ну, в принципе, 6х6 такие колеса. Сейчас тут двумя рулями даже не обойдешь. Надо третий руль по-любому крутить. По управляемости. В целом. В целом ничего не кидает. Но, опять же, это все зависит от ваших настройок. Я сейчас еду на клавиатуре. Вот в соло, вот сейчас я еду 54-55, он едет нормально. То есть, реально, ехать вполне себе удобно и комфортно. Вот если вот так вот. Допустим. С этим разобрались. Но вот, да, это паникует прям без... Безбожно. Вот. Так. А теперь покупка прицепа. Это теперь самое интересное. Ну, во-первых, начнем с того, что у нас сейчас установлено седло. Но здесь уже, видите, есть вот такой вариант. Опять же, встроенный. Ну, понятно, что он сейчас у меня здесь вот сюда вот надо, в седло. Окей. Есть и этот вариант. Есть у нас вот такой вариант. У нас идет он как тентованный, либо открытый для автомобиля, допустим. Да, какого-то, скорее всего, возможно, свои грузы. По тюнингу здесь особо ничего нету. А, есть. Видите, можно засадить сюда какую-то точилу. Это флаги там, такие-то, сики-то, колесики, понятные. Гутьер, не гутьер, все стандарт. Здесь, наверное, менять это как-то не знаю даже. Ага, можно поменять. Ну, это вот так вот, ребята, выглядит. Хорошо. Это что касается в стоке прописанного. Больше здесь ничего, да? Вариаций никаких нет. Нету. Дальше. И вот эти вот два еще исполнения. Первое исполнение. Это у нас, опять же, цепляется сзади за фаркоп. Фаркоп называется. Сюда тоже какая-то, походу, машина встает. Или что-то подобное, да? Не знаю, можно поставить? Да, сюда можно как бы воткнуть какой-то спорткар. Это машина типа линя. Это там, как он называется? Носкар, да? Подобная вот такая вот история. Для перевозки, опять же, это будет в виде груза. Меняется, наверное, цвет. Понятно. Есть какое-то вот там техническое вот это вот вся. Где, куда заходить. И есть у нас, так, в лоудеке, в ладкинге нету. В престиже нету. Ну вот, допустим, да? Вот этот. Высоко. А как он? Окей, а как? Сверху не цепляется ничего. Допустим, это вот так, 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 так. Все одно. Давай куплю. Потому что как раз вот эта история прицепа. Должна полностью соответствовать с этим грузов... С этим, ну, автомобилем, короче говоря. У нас же там сейчас седло. У Жеки Рудакова это отлично реализовано. Как здесь это реализовано. Причем у меня даже ощущение, что где-то я этот трал видел. И у меня ощущение, что он где-то вообще в бесплатном доступе есть. Ну-ка, 0, F9. Да, реализация на самом деле хероватая. Не может так он быть. Это как вообще? С пустым он едет. С пустым никаких проблем. Но вот, блин, как-то нет. И по грузам. Понятно, что биржа грузов это собственный. Здесь у нас возможность перевозить какую-то технику. Какую-то, значит, трубы. Стандартные, кстати, трубы. Палеты. Квадроциклы. Квадрики, да? Это у нас квадрики получается. И, по-моему, все. Квадрики. Фаербанкс. Вот давай я сейчас возьму Фаербанкс. Я сейчас торможну здесь. Go to Фаер... Как он там пишется? Фаерб. Мы сейчас попробуем зацепиться. Вот просто для прикола, да? Посмотреть, что из себя представляет этот груз. Это сейчас территория у нас вообще Аляски, по-моему. Или вроде что-то типа того. Квадроциклы на каньоне. Вы представляете? Вот подумайте. Квадроциклы на каньоне. На каньоне не занимаешься вот этой всей историей, да? А именно квадроциклы... Квадроциклы на каньоне. Так. Я сейчас специально хочу вот так. Блин, на клавиатуре до такой степени неудобно это все дело крутить. Но попробуем. Странные звуки при заднем ходе, конечно. В целом, ребята, вот, ну... Смотря на него, я хочу отметить за 15, не знаю. Как бы... Дорого. Дорого. Есть косяки. Есть над чем работать, на самом-то деле. В целом, для любителей он, конечно, пойдет. Но... Честно сказать, я такую не люблю технику. Вот серьезно. Ну, я не особо, как бы, вот ее... Допустим. Тихо. Энтер. Понятно, сразу говорю, что мы... Если я расцеплюсь, я его обратно не зацеплю. Это по факту. Вот они, баги, да? Но это каньон. Хотя, с другой стороны, логистика, возможно, есть. Здесь как раз вот эти вот каньонные камни, все эти есть. Давайте я сейчас скриншотчик сделаю. Как он себя ведет с грузом? Урон прицепа какой-то я получаю здесь, естественно. Потому что он там с жопой прыгает по этой всей истории. Ну, вот, наверное, как-то так это, друзья, выглядит. Вроде бы управляется. Вроде бы. Вроде бы управление имеет. Хорошо. И следующее. Если я сейчас покупаю... Какой-то... Давайте вот этот я сейчас куплю. Да? Где-нибудь. Грузы я брать не буду. Но понятно, что здесь у нас используется... Как это? Фаркоп. Да, используется фаркоп, а не... Значит, а не седло. Давай я сейчас прям вот беру сейчас тюнинг. Мы с вами сразу меняем... На седло. Оплатить. Вот эту вот историю прицепа. Я сейчас вот этот прицеп отпускаю. В гараж. Гусек. А этот забираю. И будем смотреть. Сейчас 0, F9. Ставлю его. Тоже цепляется очень... Непонятненько. А если я сейчас его расцеплюсь... Я его хрен зацеплю, походу. Едрит. Ну, конечно. Ну-ка. Ты понёшь его или нет? Нет. Не-а. Возможно, продвинуто, не продвинуто. Но это всё равно бред. Ну, прям вот реальный бред. И вот так... Поворачивает он, конечно, от нас. И вот так вот мы с вами... Можем что-то перевозить в виде грузов. Да? Про которые я сказал, кстати говоря. Ну да. Вот с этим как-то прицепом он по-другому себя ведёт. Он вообще не поворачивает с этим прицепом. Ой, блин, чё творится. Лагать он не лагает. В целом, ну, как-то вот так вот. Вот такие вот дела, ребята. Вот такие вот дела. Такой вот обзор на данный автомобиль. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. С вами был Дима, канал Добро. Ссылочки я оставлю в описании. Автору спасибо за представление. Модный обзор. Увидимся. Удачи. Пока.